Ирак, Сирия, Палестина, Франция и Китай. В политехническом вузе сейчас учатся более 900 студентов из 31 страны мира. От национального колорита здесь разбегаются глаза. Русскому человеку все происходящее кажется необычным. Хотя для этих ребят необычно сама учеба в Алтайском вузе. Нан Цонг приехал к нам из Камеруна и, кажется, только-только начал привыкать к новой жизни. А вы часто в обычной жизни наносите на себя подобные рисунки? Конечно, конечно. Это как у нас традиция. То есть дома перед тем, как готовить яичницу, нарисовал себе герб? Нет, нет, нет. Потому что это не у нас дома. Национальные ритмы Таджикистана переплетаются с мелодиями Африки. Звучение гармоничное и слаженное. Оказалось, что это не отрепетированный номер, а импровизация, рожденная на наших глазах. Вы из дома привезли с собой его? Да, из дома привезли. Музыцируете так вечерами, когда скучно и хочется на родину? Да нет, иногда хочется, иногда нет. Но в обшаге играем, когда скучно. После окончания вуза Минас из Эфиопии хочет стать энергетиком. Вот только останется работать в России или уедет на родину, парень еще не решил. В Барнаул он приехал совершенно не зная нашего языка. Зато с удовольствием любого желающего научит эфиопскому. Праздник национальных культур в Политехе продолжится и завтра. Кстати, проводят его уже девятый год подряд. Нынче с песнями и танцами хотели выйти на улицу, на вузовскую сковородку, но побоялись погоды. Надеются, в следующем году фестиваль получится еще более массовым. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.